Продолжение следует... Сегодня у нас очень простой маринад. Сегодня очень холодно на улице. Странное лето, очень холодное лето в этом году. Сегодня даже я уже сдался. Видите, стою в шарфе, стою одетый полностью. Готовлю одетый. Страшно сказать, июнь месяц. Так, нам нужна рыбка. Рыбку я уже купил потрошенную, почищенную полностью. Но все равно ее нужно помыть, потому что, ну, надо помыть. Неизвестно, как она там хранилась в этом магазине. Так, рыбку я помыл. Смотрите, как выбирать форель в магазине. Если она не потрошенная, удобнее всего выбирать. Нужно посмотреть. Жабры, они должны быть светло-розового цвета. Чешуя должна быть целая. То есть не должны выбывать чешуйки. Ну и она должна блестеть. Глаза должна быть блестящая. Ну, я выбрал сегодня мороженую рыбку. Так, немного дешевле оказалось. Так, приступаем к маринаду. Берем чашку. Берем чашку, ставим. Ну, рыбку я разрезать не буду. Речная форель некрупная, поэтому зачем ее разрезать? Будем зажаривать ее целиком. Кладем. Так, это нам пока не нужно. Маринад очень простой. Я его очень люблю. Для маринада нам понадобится чеснок. Имбирь. Лимон. Куда же без лимона? Рыба без лимона. Соевый соус. Ну и, конечно же, соль. Так, все это пока отставляем. Первого-наперво, я думаю, почищу я имбирь. Грамм 50, больше не нужно. Так, и берем. Можем воспользоваться ножом. Вот так вот почистить. Можем ложкой, как вам удобно. Чистим. Чуть-чуть вот здесь осталось. В такую погоду лимон и имбирь согреют вас, поэтому обязательно сделайте чай с лимоном и имбирем. Так. Нам нужна чашечка. И терка. Трем наш прекрасный имбирь. Все это имбирь волокнистый, но я думаю, что нам все пригодится. И сок, и волокна. Нам понадобится все. Аккуратно. Обожаю запах имбиря. Свежего, прекрасного имбиря. Так. Терка. Пока у нас в руках терка, я предлагаю натереть цедру лимона. Ох, сразу какой запах пошел. Цитрусовый. Все. Разделили лимон. Вот так. Убираю терку. Лимон, имбирь. Так, теперь нужно выдавить лимон. Разрезаем лимон пополам. Так, теперь нужно выдавить половинку лимона. Аккуратно, не торопясь. Вот, сегодня сочный лимон. То, что падают косточки, это не страшно. Мы же маринуем. Вот так, до последней капли. Так, нам нужен еще соевый соус. Берем, я думаю, ну, рыбка у нас небольшая. В принципе, соус нужен немного. Я думаю, пару ложек, ну, в крайнем случае, три нам будет достаточно. Вот. Кладем. Так, нам нужен чеснок. Берем чесночину. Выбираем из нее дольку. Так, я думаю, две. Но я чеснок люблю, поэтому, думаю, будет три дольки чеснока. Вот, она так легко очистилась. Убираем чеснок. Так, ну, и чеснок чищу привычным для себя способом. Кладем нож сверху. Ну, и как бы немного так прихлопываем чеснок. Все, теперь осталось только выбрать чеснок из шелухи. Чеснок у нас молодой. Прыдкий, прыгает. Так. С сухим чесноком можно поступить, который уже не молодой. Проще. Берете две железные миски. Так, этот у меня не дочистился. Берете две железные миски побольше. Кладете туда головку чесноку. И начинаете так. Та-да-дам, 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 та-да-дам. И потом откройте миски и увидите, что весь чеснок практически очищен. Я вам обязательно как-нибудь покажу. Сегодня чеснок молодой, на нем эта история не сработает. Так, все лишнее убираем. Отрезаем все лишнее. Так. Субтитры сделал DimaTorzok